Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Представляем вашему вниманию актрису Эльвиру Болгову. Была замужем за бизнесменом, но обрела счастье с режиссером. Ей 46 лет, ее известные роли, необычные имена детей и личная жизнь этой прекрасной актрисы. Эльвира Болгова одна из самых востребованных актрис современного кино. Многим зрителям она знакома по таким картинам, как «Салон красоты», «Тесты для настоящих мужчин», «Близнецы», «Желанная». Как начинался ее творческий путь, в каких фильмах и сериалах ее можно увидеть, и как складывается личная жизнь у этой замечательной актрисы. Родилась будущая актриса в 1975 году в Москве. Ее родители не имеют никакого отношения к миру творчества. Папа работал агрономом, а мама была медсестрой. Также у Эльвиры есть две сестры. В школьные годы Эльвира занималась спортивной гимнастикой. Родители хотели, чтобы дочка стала врачом. Но после окончания школы Эльвира отправилась поступать в театральный вуз. В 1996 году она успешно окончила высшее театральное училище имени Щепкина. Обучалась на курсе Виктора Коршунова. Известно, что ее сокурсниками были известны будущие актеры – Егор Баринов и Марат Башаров. Сразу же после вуза ее пригласили работать в театр Сатирикон. Там она прослужила всего один сезон. Далее она вошла в труппу театра имени Массовета. В 2002 году Эльвира решила уйти из театра. В наши дни она играет только в антрепрессных спектаклях. В 1995 году состоялся дебют в кино. Ее можно было увидеть в картине «Бездна». Первую заметную роль она сыграла в фильме «Тесты для настоящих мужчин», который вышел на экраны в 1998 году. В 2003 году красавицы-актрисе доверили главную роль в мелодраматическом сериале «Желанное». Через год Эльвира воплотила на экране сразу три образа – «Сестер-близняшек» в сериале «Брезнецы». После съемок в этом телефильме к актрисе пришла настоящая популярность и узнаваемость, а режиссеры стали активно предлагать их главные роли. Стоит отметить игру Эльвиры в сериале «Остров ненужных людей», где она сыграла центрального персонажа Лизу. Также необходимо выделить еще такие фильмы из сериала с участием актрисы, которые пользуются огромной популярностью у зрителей. «Так не бывает», «Замуж после всех», «Герой нашего времени», «Холостяки», «Трасса», «Офицеры», «Девушка средних лет», «Девичник», «Чужая кровь», «Сердце капитана Немова», «Папа на прокат», «Однажды в провинции» и многие другие. В 2018 году актриса порадовала своих поклонников ролью в комедии «Девичник». В 2022 году на российские экраны с участием Эльвиры вышел телефильм в парке Чаир, где она исполнила роль мамы Любы. Личная жизнь. Что же касается личной жизни, то в молодые годы актриса вышла замуж за бизнесмена Кирилла Сокольского. В 1999 году у Эльвиры и у мужа родилась дочь, которую назвали необычным именем – Глафира. Но этот брак со временем распался. Эльвира объяснила, что они с мужем сделали слишком много ошибок в построении семьи, домашнего быта, так как у них были разные взгляды на жизнь, что и привело к разводу. К сожалению, нигде в интернете нет заместного фото Эльвиры и ее мужа. Вторым законным супругом актрисы стал режиссер рекламных роликов Антон Анани. В 2014 году актриса родила вторую дочь и назвала ее необычным именем – Радомира. Также со вторым супругом нет нигде фото. Известно, что Эльвира очень любит путешествовать, ведет в соцсети и в свои 46 лет остается такой же женственной, стройной и замечательной. Хочется ей пожелать всего самого доброго, всего самого замечательного, побольше новых интересных проектов и, конечно же, главных ролей. Пишите свое мнение в комментариях, нравится вам эта актриса или нет, и какие картины с ее участием вам больше всего понравились. Всех благодарю за внимание, до новых встреч и всем пока-пока.